Приветствую, друзья! И ещё приветствую моего друга, который оказывается старинный мой друг, потому что мы просто друг друга не знали, его зовут Виссарион Сибиряков. Это один из столпов ТРИЗа, хотя он категорически против того, чтобы я его назвал столпом ТРИЗа, потому что он говорит «Мастер ТРИЗ». Да, однако он ещё и программу создавал, социальную программу восстановления инвалидов. Ну, очень много чего делал, и он обучал учеников ТРИЗу, и он очень много чего делал, и учился в школе у Альшулера. Как и Николай Калошин, который в своё время создал очень много идеальных решений, такие компании и прочие, тоже мой друг. Так вот, оказывается, все люди, которые нормальные, которые стремятся, чтобы жизнь была лучше, чтобы освободить нашу жизнь от войн, от кризисов, от потребностей в такой жуткой лекарствах, повысить иммунитет и жизненные возможности людей и общества, и защитить страну, и мир, и человечество от всего безобразия, дисгармонии. А теперь вот, смотрите, мы договорились с Виссарионом Сибиряковым. Легко договорились, потому что мы сделаем ещё и совместный ролик, потому что сейчас ТРИЗ подключился к этому. Да, вот он же мастер ТРИЗа, который сделал очень много чего хорошего. Там его ученики вместе с ним, они, например, экономию стали литейной промышленности на миллионы долларов сделали. Они же много сделали программ интересных. Вот вы понимаете, что такое ТРИЗ? Если бы был сейчас жив Альшуллер, мы бы, конечно, задружились. Потому что, когда Николай Калошин у меня был в гостях ещё на Свиблова, очень давно-давно, и когда он попробовал первые идеорефлекторные приёмы, он говорит, так вот же, о чём нам разговаривал Альшуллер. А дело в том, что, в принципе, законы-то одни и те же в природе. И математика – это та же музыка, только написано другими нотами. Альшуллер, он же был и писатель-фантаст, он же был и технар, так сказать, условно говоря. И поэтому он говорил в ТРИЗе о технических разработках, теории разработки технических задач. А я медик, психолог, философ тоже, как и он, философ. И поэтому мы могли бы спокойно сейчас с ним разговаривать и понимать друг друга. Но, слава Богу, есть его последователи, лично с которым я буду помогать миру стать целостным. Целостным, как и я помогаю своей науке, человеку быть целостным. Снимая стресс, страх, стереотипы, шаблоны. О чём говорил Альшуллер. Что, когда мы ведёмся за кумиром, за авторитетом, мы не можем нормально мыслить, и поэтому новое создаётся. Именно, а я в прошлый раз говорил, на стыке разных дисциплин, на стыке разных специализаций, на стыке разных наук открываются как раз-таки грани, которые, в принципе, мир. Мир-то целостный, природа целостная, Вселенная целостная. А то вдруг какие-то волны у нас происходят. То мы мыслим целостно, а то мы мыслим аспектно, потому что внимание фиксируется там, где внимание, там и сознание. А метод ключ основан именно на том, чтобы научиться перестать циклиться, зависать как компьютер, научиться. И поэтому открываются наши способности невероятные. А представляете, сейчас получается у нас новый подход к тому, чтобы остановить, наконец, в мире безобразие и восстановить нормальную природу человека, творца, человека морального, потому что, в принципе, изобретения делаются и технические, да, много же изобретений сделано. Вот платформы все, цифровизации и так далее, а не хватает там человечности, и поэтому нас пытаются расчеловечить люди, которые хотят превратить нас в исполнителей, в рабов цифровизированных, типеризированных и так далее, и так далее. А нормальная часть человечества, которая не поддается этому. И, конечно, конечно, вся идея наша заключается в том сейчас, чтобы люди нормальные соединились. Потому что вместе мы сила, друзья, еще такая сила, невероятная, на которой никто, конечно, даже и не думал, что такое возможно. И поэтому мы сейчас будем решать вопрос сохранения разума на планете, мира на планете, порядочности человека, совестливости человека, да, и с помощью направления ТРИС, а это сила большая, друзья. Ну, вы посмотрите, что будет. До встречи.